Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Глава Бийска Александр Студеникин впервые прокомментировал задержание в администрации города. Несколько тонн снега вывезли за одну ночь в Барнауле. Как переживают снежную стихию водители? Похоже, придется пересесть на общественный транспорт. Депутаты Николая Герасименко лишили водительских прав. Более 5000 кубометров снега вывезли с улиц Барнаула сегодня ночью. Снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, улиц Ядренцева, Попова, Гоголя, Никитина и других. Дорожники задействовали 126 единиц техники. К слову, снегопад продолжался почти два дня. И его последствия в полной мере автомобилисты ощутились сегодня утром во дворах краевой столицы. Чтобы двинуться с места, многим водителям понадобились лопаты и помощь прохожих. Вот как они сами оценили дорожную обстановку в городе в первой половине дня. Где хорошо, где не очень? Властихинское, Заменогорске хорошо, Паловский тракт, ну красноармейский более-менее. А где вот нечищено? Малахово, Юрино, где-то в том районе. Ну а так вроде везде нормально. А во дворах, из двора сегодня легко выехали? А во дворах так и не очищено, там никто не чистится. Из двора своего не очень. Прямо по колено с угробой. Легколучки все буксуют. А конкретные какие-то места можете назвать, где не очень хорошо идут? Да везде одинаково, в принципе. Центральные улицы почищены, в основном во дворах там плохо почищены. Потому что, наверное, техники у нас такой нет. Для дворов? Да, там же узкие тротуарчики. Наверное, нас с этим надо позаботиться. Извините, я на заказ опознан. Почему выходить из городских дворов проблема, мы попытаемся выяснить. А между тем, комментируя уборку снега в Барнауле, руководитель Алтая Автодора Андрей Курыжин отметил, что сейчас дорожники работают в две смены круглосуточно. В усиленном режиме убирать город планируют еще порядка двух дней. Где-то 50% работы выполнено. Я думаю, что сегодня в ночь мы все магистрали прометем на чистовую. И останутся у нас основные работы. Это вывести тот снег, который был сдвинут с проезжих частей, из тротуаров. То есть на это у нас еще уйдет 2-3 дня. Возможно, как раз из-за снегопада и плохой видимости произошла страшная авария в Реблихинском районе. Там накануне вечером в ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Столкнулись Toyota Vista и Gazelle. По предварительным данным, водитель Toyota 78-го года рождения не справился с управлением и выехал на встречку. Взрослые и ребенок в иномарке от травм скончались на месте происшествия. На данный момент ведется проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии. В Барнауле не хватает дворников. Штат не укомплектован на 12%. Только в уборке пешеходных переходов сейчас задействовано более 100 сотрудников МУПов, но сил не хватает. Как сделать дорожное движение безопасным, обсуждали накануне в администрации Барнаула на селекторном совещании с районами края. Сейчас в Барнауле пытаются хотя бы очистить улицы, которые ведут к школам, детским садам и больницам. Нагрузка на дворников высокая. Работать приходится с 4 утра при зарплате не более 15 тысяч рублей. Это решение об увеличении заработной платы таких специальностей, как дорожно-рабочие, именно грузчик, уборщик территории. На порядка 12% была увеличена именно отладная часть. На сегодняшний день от 10-20 дворников на уборку территории выходит. То есть это только бюджетное учреждение. Еще порядка 50 человек, которые у нас по зеленым хозяйствам, которые также задействуют в уборке пешеходных переходов. Решением проблемы могло бы стать привлечение коммерческих предприятий для очистки своей же территории. Но теперь это запрещает делать федеральный закон. Понятие содержания прилегающей территории отменено. Поэтому вся нагрузка ложится на администрацию. Родители Ярового попросили сегодня не приводить малышей в детский сад. Объяснили это недостаточной температурой в трубах. Такие сообщения получили мама и папа накануне. Представители детских садов пишут, что малышам лучше побыть дома. Тем не менее, детей никто домой не отправлял. Хотя и пришла только половина группы. У нас сегодня есть ребятишки, но их мало, конечно. Пока у нас температура 18-19 градусов. А много ребятишек? Мы попросили ребятишек одеть потеплее. Пока так. Кто-то до обеда, кто-то на целый день. Мы еще по-хорошему и тепла не видели в этом году по сравнению с прошлым годом. Довольно прохладно и в домах жителей. Яровчанка Елена признала, что температура в ее квартире 16-17 градусов. Накануне вечером жители стали оставлять комментарии в соцсетях, что трубы остывают. Ночью в городе было минус 25. Люди связывают это с недостаточным количеством угля на ТЭЦ. Представители теплоснабжения города не согласны, что трудности с сырьем есть, но критичную ситуацию не называют. Алтайского депутата Николая Герасименко лишили прав на полтора года. Напомним, летом он сбил мотоциклиста в Москве. Водитель мотоцикла оперативно был доставлен в больницу и от медицинской помощи впоследствии отказался. Сам Николай Герасименко утверждает, что не покидал место аварии. Чтобы суд вынес приговор, с депутата сняли неприкосновенность. На заседание он не явился по причине гипертонического криза. И его защита намерена обжаловать приговор. Задержаний не было. Так глава Бийска Александр Студеникин впервые прокомментировал журналистам вчерашний инцидент в администрации Бийска. Документы изымались у меня, у моих заместителей и в соответствующих управлениях и подразделениях. Коллеги пишут, Дмитрий Маслюк, ну я не буду дождь указать, Ксения Потехина, Петр Ироненко, Ирина Очищалкина. В отношении них были проверки также документов? Выимки документов были в подразделении. То есть все фамилии эти правильные указаны? И никто из них не задержан? Никого не увозили из здания администрации утром во время... Но у них подразделения находятся в других стадиях. Но сегодня сведения каких-либо задержаний я не знаю. Вечером в день задержания глава Наукограда был в Барнауле на рабочем совещании. Комментировал ситуацию довольно скупо. Так, по его словам, он не вдавался в тонкости, на основании чего проводили изъятие и возбуждено ли уголовное дело. Но суденикин подтвердил, следственные мероприятия касались ввода в эксплуатацию спековских домов. А вот защитные дамбы, что тоже звучало в СМИ, изъятия документов не касаются. А участвовал Александр Студеникин в большом совещании о взаимодействии властей, рекоператора по обращению с ТЭКО и руководителя полигона. На примере Бийска. За стол переговоров они сели, но продуктивным обсуждение пока назвать сложно. Так, мэрия вменяла в вину участникам мусорной реформы то, что они не исполняли законодательство, потому что не вывозили мусор, а контейнерные площадки не убирали. Рекоператор пожаловался, что власть настраивает жителей против него и призывает фиксировать нарушения. А представитель полигона все еще ждет деньги за прием машин с мусором. Размер долга, прозвучавший на совещании, почти 8 миллионов рублей. Если сегодня региональный оператор понимает, что вот этот объем справедливый, он считает, да, завезенный на полигон, а вот это все несправедливо, так вы оплатите то, что вы считаете справедливым-то. Почему не оплачиваете? На данный момент говорите только о той задолженности, которая признана, задолженность, которая будет расчетом полигона. Она вообще нигде не оговаривается. И говорить об этом сейчас не надо. Не вводите в заблуждение. Поэтому точно вы должны здесь договориться, определиться с графиком, условно говоря, отношения обоими сторонами признаваемой задолженности. Дальше, чтобы выйти из этого пленча, насколько я понимаю, то есть это, условно говоря, согласиться на вот это вот пока не оборудованное, насколько я понимаю, там до нового года не появится, наверное, весовой контроль, то есть пункт взвешивания на полигоне. На контрольное взвешивание, да, там дальше уже как решится. В итоге мэрия Бийска предложила в скором времени ввести весовой контроль, подключать к решению проблем управляющей компании, а еще оборудовать в городе новые контейнеры. Сейчас их 900, еще нужно около 100, но в следующем году Бийск сможет закупить лишь 20 с небольшим. На больше денег в городском бюджете нет. 300 молодых специалистов приехали в Белокуриху на 11-й слет сельской молодежи. Это предприниматели и фермеры, лидеры проектов, депутаты, активисты молодежных движений и общественных объединений. Участниками слета стали делегаты из всех регионов Сибири, а также Тюменско-Ульяновской областей, Республик Дагестан и Башкортостан. Образовательные мастер-классы проведут эксперты со всей страны, в том числе и из Алтайского края. По результатам слета будет сформировано активное сообщество Сибирского федерального округа. В его состав войдут молодые специалисты, которые обучены современным технологиям создания сельской инфраструктуры. А также будет сформирован готовый банк кейсов для дальнейшего обучения будущих и начинающих фермеров. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...